Друзья, приветствую вас на канале Сансара и в этом видео мы продолжаем историю Андрея. На канале появились новые подписчики и не все знают, кто такой Андрей, поэтому я оставлю ссылки на видео с ним в описании. В двух словах, это парень, который до знакомства с нами 8 лет жил на улице, ночевал буквально в электричках. Пока мы ехали к ребятам, с нами произошли небольшие приключения. Я это выложил в инстаграм, если вы туда не подписаны, подписывайтесь. Там я выкладываю личную жизнь и то, что не вошло в основные ролики. Ну а также, если вы не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Друзья, мы находимся у подъезда Андрея, сегодня для него будут сюрпризы, также для Нины. Но на улице, кстати, очень холодно, поэтому давайте не будем уже стоять на улице, давайте подниматься. Так, там работает домофон? Вроде, да. О, прошли игру, заходи. О, встречается. Спит? Так, ребёнок спит. Так, ну, он туда тихо. Так как ребёнок спал, ребята пригласили нас на кухню для того, чтобы попить чай, но мы ещё не знали о том, что впереди нас ждал очень неожиданный разговор. Ребята, я немного нервничаю, есть разговор. Пойдёмте в комнату, потом поговорим. Ребята, я с вами хотела поговорить по поводу того, что я вам не говорила. У меня есть ещё двое детей помимо этого. Одной семь лет, другой четырнадцать. Почему так получалось? Они не со мной. Тяжёлая жизненная ситуация. Как бы с одним мужем жила, с другим мужем жила, они рукоприкладство делали, поэтому пришлось отдать детей пока что сестре. Но я не хотела, чтобы они со мной на улице находились и подвергались, как говорится, насилию с мужской стороны. В дальнейшем сейчас, пока потихонечку-потихонечку на ноги становимся, уже в дальнейшем тогда заберём детей. А получается, первый ребёнок... В шестнадцать лет. В шестнадцать лет, да. Тяжело было. И мама помогала, там, и сестра помогали. Потом работать пошла. Надо же было помогать. А второй ребёнок сколько лет получается? Двадцать три года у меня было тогда. Вот, это получается, семь лет назад. Семь лет назад, да. А там что не получилось? Четыре с половиной года прожила, он ножами кидался, бил меня. Практически каждый день. Он любил выпивать. Сходи мне за вином, там, ну, за выпивкой сходи. Я иду, он начинает бить. Получается, те, и первый отец, и второй отец, они не помогают? Нет. А первый отец как относились? Ну, а первый отец только, когда я ещё беременнаю была, он с родителями приехал к нам домой и всё. И больше не приезжал? Нет. Я жениться на тебе не собираюсь, ребёнок мне не нужен. Обидно такое услышать. Милицов. Ну, до того момента, как я забеременела, он говорит, всё у нас будет хорошо. Да, мы с тобой постречаемся, постречаемся. Ты, например, забеременеешь. Будем жить вместе. Да, ничего, что ты помладше меня. И потом уже, когда я родила, началось ещё хуже. И руки распускать. И сходи мне за водкой, и сходи мне за вином. А отец как отреагировал, когда узнал про беременность? Во-первых. У меня нет отца. Я его даже и не видела. Мне даже про него мама так и рассказывала чуть-чуть, и всё. Хочу выразить своё личное уважение Нине за её смелость. И она на самом деле сделала всё правильно, так как рассказала нам эту историю в самом начале. И, честно говоря, она хотела нам её рассказать несколько раньше, но всё закрутилось так стремительно, что она даже не знала, как к нам подойти. Ещё раз, друзья, я попрошу вас не проявлять критику. Дело в том, чтобы понять человека, нужно пройти его путь в его обуви. Я считаю себя не очень хорошей матерью. Да. Я прожила с 17 лет на улице. Получилось так. Вроде потом думала, жизнь налаживается, но в итоге получалось, наоборот, всё. Дай Бог, сейчас вот потихонечку-потихонечку встанем на ноги, соберут детей. Я не видела ни своего отца, ни дети не видели отца своего. Дай Бог, увидят. В ближайшем времени. Сейчас встанем потихонечку, окрепнем, всё будет, думаю, наводится, всё будет хорошо. Мне просто тяжело об этом сейчас говорить. Хорошо, хоть Андрей мне помогает. Дай Бог ему здоровья, то, что вот он помогает мне в воспитании вот этого вот маленького чуда. Андрей, ну ты готов ответственно взять? Да. То есть ты знал, что простая история? Ты знал всё это. Я готов. Получается, в ближайшее время детей забирать тоже? Ну да. Ну сейчас в ближайшее время встанем на ноги и заберём. Я готов всё это дать. Потому что у меня не было отца, у меня тоже его не было, я не знаю. Ну я готов дать детям то, что не было у меня. Так же, как и был готов дать Анатолию того, чего не видел я. А я не видел отца. Как бы, ну я тоже не самый лучший, думаю, отец. Потому что несколько лет назад я как бы, ну, и выпивал, и попадал в плохие компании были. Ну, чуть не остался сам. Как вот на вокзалах, вот эти вот ночуют, ну, бомжи, вот это вот всё. Чуть не стал таким. Ну и как-то получилось, так зашёл в храм. Ну и всё это пошло, поехало и стал, ну, жить как бы по заповедям, по этому всему. Ну и пошло. Ну и в ближайшее время обещаю, то, что, ну, забрать как бы детей, остальных наших. И Анатолия всем дать им, ну, отцовскую любовь точно не было у нас с Ниной. И отцов, и что такого-то. Все это хочу, как бы, им не как бы дается, это хорошо. Анатолий Кузьмин, ну, а Господь там, наверное, напоминаю, как-то так. Вот. Ну, ты действительно готов? Да. Готов. Да, ребят, конечно, у вас непростая история. Видно то, что много боли у вас, у вас боль. Да, приятного мала, конечно, что у вас так судьбы сложились. Но, я думаю, не зря вы встретились, не зря вы сейчас идёте дальше вместе. И надеюсь, всё у вас получится. И реально вы искренние. И всё-таки есть какая-то внутри надежда, что у вас всё наладится, и вы сможете построить хорошую, крепкую семью. Я искренне вам этого желаю, чтобы всё это сложилось. Андрей, Нина тебе доверилась, доверила свою историю, свою душу, свою боль. И ты должен понимать то, что вот, ну, если ты её подведёшь сейчас, то ты можешь просто очень-очень сильно больно сделать. Понимаю. То есть ты понимаешь и готов взять ответственность. Меня радует ваше желание, что вы готовы воспитывать детей совместно, то есть расширяться и давать им заботу и любовь. Андрей лично у меня вызывает глубокое уважение, так как он проявляет себя как настоящий мужчина, в его намерении встать на ноги, забрать детей, взять за них ответственность и стать большой дружной семьёй. Друзья, вот в детстве у меня была любимая сказка, не помню про кого, про Иван Царевича, да. Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Это Иван Царевич. Да, это Иван Царевич. И прямо сейчас вот Андрей так же не понимает, зачем мы приехали. И я сейчас не буду говорить. Ну, собственно, мы приехали сюда не просто так. Мы приехали к одной хорошей девушке. И у неё есть, кстати, муж. Её зовут Полина. И мы сейчас к ней пойдём в гости. А, собственно, зачем, мы уже узнаем по факту. Ну, потому что это как бы секрет. И хочется, чтобы вы немножко обрадовались, наверное, вот этому вот секрету. Какие предположения? Куда мы вообще идём? Почему мы приехали именно сюда? Не знаю. И сейчас поднимаемся в подъезд. Не могу сказать. Так, как там было? Помощь зала, да, 50 на 50. И звонок другу. Звонок другу. Так, какую опцию выбираем? Звонок другу. Так, а какие версии? Не знаю. Кому будем звонить? Ренату. Ренат знает, поэтому... Абонент не абонент. Абонент не абонент. Так, ну, собственно, догадок никаких нет. А у Нины каких догадок? Не знаю. Вообще не знаю. Нет, куда приехали, похоже. Что-то куда-то ехали, куда приехали, что делать, ничего не понятно. Ну, отлично. Собственно, в этом и есть такая загадка. В этом и есть вся суть. Собственно, когда будем подниматься, уже по месту вы увидите, собственно, куда мы приехали, зачем, почему. Так, ну что, заходим? Ну, Лёх. Так. Только смотри, что перегрузы делал. Ну, кстати, да, это возможно. Мы едем на второй этаж на лифте, друзья. И, говорится, красиво жить не запретишь. Полин, ребята еще не знают, куда мы приехали и зачем. А пока вы не говорите, кстати. Добрый день. Валерий. Дмитрий, очень приятно. Очень приятно. Ребята, кстати, еще даже не знают, что будет происходить. Ну, пусть будет секрет до самого вот. Так все-таки какие предположения? Зачем мы вообще сюда приехали? Рождество отметить. Ну, можно так сказать. Валерий вместе с Полиной. Хотят сделать вам подарок. Собственно, какой они уже расскажут сами. Ну, да, вот мне жена рассказала вашу историю, вашего знакомства и того, что происходит в вашей жизни. Ну, и предложила мне тоже поучаствовать в вашем таком проекте. Мы знаем, что вы собираетесь обручиться. Собираетесь же. Да. Создать семью. Мы занимаемся производством обручальных колец. У нас свое производство. Мы только начинаем. Начинающее производство. Поэтому вот мы решили такую свою лепту внести в это дело. Ну, и хотим сделать для вас пару обручальных колец к вашему событию. С кого начнем? Это, наверное, большой. Хорошо. Ну, сами пробуйте, вот, как вам будут по ощущениям. 19-й, да? Ну, да. Может, наверное, вашу... Я попробую, сама-сама попробую. Нет, я чувствую даже по это. Да, это вот ваш размер. Некоторые образцы из того, что вот мы делаем для наших клиентов. А давно занимаетесь? Нет, это вот второй год мы как открыли. Да, очень красиво. Там очень тонкая работа. А как вот у вас появилась идея помочь Андрею? Вот просто интересно. Ну, на самом деле, идея появилась у супруги. Она мне предложила, она подписана на ваш канал. Вот она мне рассказала. Ну, в принципе, меня зацепило тоже. Ну, почему бы не помочь? Захотелось как бы тоже поучаствовать и чем-то помочь людям. Ну, в нашей жизни не все меряется деньгами, поэтому мы решили, чем мы можем помочь этим молодым людям. Как бы от сердца, от души помочь, чтобы у них все сложилось. Для нас это, честно говоря, тоже было немножко неожиданно. Очень приятно, когда вот есть отклик от зрителей, от подписчиков. И действительно, я посмотрел то, что вы делаете. Это очень красиво. Конечно, для ребят это подарок от сердца. Кстати, нравится ваша кошка. Она все время вот сидит, слушает внимательно, что вообще происходит. А сколько лет кошке? Четыре. Ей, да, она родилась в день Святого Валентина, 14 февраля, в день любви, да. Ей вот четыре года было, 14 февраля. Символично, между прочим. Представляете себе, ребята занимаются обручальными кольцами, и даже у них кошка родилась 14 февраля. Это вот есть такая пословица про Илона Маска, то, что Илона Маска настолько крутой, что у него волосы отросли, да. И вот ребята настолько крутые, что у них даже кошка родилась 14 февраля. Это шоковое состояние. Состояние? Да. А вообще были к нам в золотые изделия на сегодня? Нет. Первый раз вот это, я ни разу не знаю. Как-то ехали, ехали, куда едем, даже едем, едем, не пойму. А тут раз потом приехали. Ага, куда приехали? Поднимаемся. И тут раз, там, как неожиданно. Огромное вам спасибо за такую поддержку, как бы. То, что есть такие еще люди, которые, ну, как говорится, могут понять, могут помочь. Даже я еще не знаю, что еще сказать. Просто жоковое состояние. Ну и, не знаю, наверное, в завершении я со своей стороны, Дмитрий, хотел бы вам выразить огромный, ну, вам и вашей команде огромный респект за то, что вы делаете. Это на самом деле, ну, по большому счету, для людей это должно быть какой-то нормой. Но мы просто живем сейчас в такое время, что то, что вы делаете, это кажется из ряда вон выходящим чем-то. Вам низкий поклон, конечно, за то, что вы делаете. То есть не каждый на сегодняшний день способен на такую бескорыстную деятельность, на такой энтузиазм. То, что мы хотим помочь ребятам, это дополнение к тому, что, к той основной работе, которую делаете вы, на самом деле. А мы с Валерой говорим вот так, что один в поле не воин, и, ну, по-доброму называем зрителей и подписчиков армия добра Сансары. Денат, ну, как тебе вообще наши зрители, наши подписчики? Ну, я вообще, как бы, немножечко сам тоже нахожусь в какой-то растерянности, что ребята вот откликнулись и решили сделать такой подарок, как бы, это тоже, в принципе, немаловажно. Сейчас вот я начинаю понимать, что вот именно такими добрыми делами мы пробуждаем, как бы, других людей к таким поступкам. И мне очень приятно, что вот я познакомился с такими людьми. И мне же самому приятно, что я участвую во всем этом и, как бы, делаю добрые дела. И после этих добрых дел, там, неважно, заработал, я не заработал, как бы, вот, ну, когда получаешь, когда что-то сделал кому-то приятно, помог чем-то на душе, вот, какое-то удовлетворение, приятность какая-то присутствует, но она совсем по-другому, чем я там сделал просто работу, заработал деньги. Ну, все это немножечко иначе. И в очередной раз хочу еще раз вам сказать спасибо за то, что мы с вами познакомились. Да, это взаимно. И продолжаем, как бы, идти дальше. После того, как мы сняли мерки с пальцев, мы отправились за вторым сюрпризом. И, друзья, я попрошу вас сейчас поставить это видео на паузу. И, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, что это был за сюрприз. Есть догадки, куда мы приехали? Нет. Ну, это что за здание? Радиорынок. Ну, радиорынок и шмотки, там все тоже, шмотки есть, подаются. Так, а на радиорынок зачем мы приехали? Не знаю. За радио. Радио, на самом деле, это всегда хорошо, потому что это, как бы, музыка. Ну, да, согласен. Новости и так далее. Такой домашний уют. Вот. А какого цвета радио бы хотелось? Синего. Синего? Ну, собственно, пойдемте, посмотрим, что мы там вообще спланировали с радио, раз радиорынок. Мы сюда пришли для того, чтобы сделать еще один подарок. Купить свадебное платье для невесты. А где у нас невеста? Невеста у нас вот здесь, соответственно. Сейчас вот выбираем платье. Будем делать леснины красавицу. Происходит волнительный момент. У нас невеста одевает свое самое первое свадебное платье. несколько платьев на выбор. Вот она уже практически переоделась. Сейчас выйдет и покажется нам. Кстати, именно мы с вами увидим это платье самыми первыми. Кстати, невеста уже выходит. Ого! Вот это да! Красота! Действительно, очень красиво. Нина, какой рост? Так вообще... Да? Метр семьдесят два пол. Ого! Ну, на каблуках, да, то есть рост увеличился. Кстати, так, если рядом со мной, я уже маленький, друзья. Ну, нравится платье? Отлично, очень. Это вообще первое свадебное платье. Да, вообще. Это самое первое платье вообще, которое когда-либо примерялось в свадьбе. Да, да. Я вообще. Ну, поздравляю. Вот, собственно. Так, ну, у нас есть еще несколько платьев. Ну, как вообще платье, нравится? Очень. Ну, тогда мы сейчас это платье отметим и еще посмотрим, какие есть платья. Хорошо. Друзья, честно говоря, я сам переживаю, словно, я не знаю, свадьба у меня. Смотрим второй вариант. И второе платье тоже красивое. Но мы, собственно, попросим невесту нам сделать небольшой показ мод. Ну, это ничего, но первое, мне кажется, получше. Первое, да, мне тоже кажется, получше, да. Какие вот эмоции ощущаешь, вот сейчас происходит? Эмоции, как будто это просто сон какой-то, мне кажется, что я просто сплю. Ущипните меня, муж, я правда сплю. Да, Нина, ты спишь, просыпайся. Просыпайся, в школу пора. Нет, это не сон, это правда. Ты вообще когда-нибудь думал, что у тебя... Нет. В такой... В мыслях, мыслях, ну, как бы, как не в мыслях, а думал, может быть, когда-нибудь там со временем, может быть, выйду замуж. А года-то летят. А года летят, в том-то и дело, старею, не молодею. И достойного мужа не находилась. Как говорится, там, жила свою жизнь, прожила 30 лет, да, что-то... Смотри, а тут вот попалось, так вот, даже не верится, что вот это все происходит. Мне кажется, что это просто сон. Так, ну, собственно, мы взяли первый вариант. Нина, ты рада? Очень. Прям нету слов. Внутри вот так вот все трясется. Одни эмоции. Да. Нервы не могу. Друзья, ну, собственно, для невесты у нас уже платье есть. И, наверное, все. Ну, у нас еще Андрей не наряжен к данному мероприятию. Давайте я попробую взять на себя затраты и купить Андрею костюм, чтобы он тоже блистал и сверкал в этот день. Ина, слушай, ну, это очень здорово. На самом деле у ребят сегодня целый день подарков. Когда пойдем, действительно, купим Андрею красивый костюм, я помогу выбрать. Единственное, так как у нас платье белое, надо, чтобы рубашка тоже была обязательно белая. Ну, я думаю, мы найдем выбор и подберем и рубашку, и галстук. Возможно, если понадобится. Так, по-моему, мы проходили на первом этаже, что-то там было. Да, давайте посмотрим. Одежда для кавалера. Так, ну, рассказывай, вопрос такой. Костюмы как давно носили? Я их вообще как бы не носил. Первый раз костюмы? Ну, да, так вот эти вот фрагменты от костюмов носил. А штаны? Ну, брюки, как бы, ну, рубашку, а так вот, как бы полностью не одевал. Потом пальто такое, которое, ну, к костюмам эти вот прилегают, так вот носил, как бы, а так вот полностью его как бы никогда не одевал. Друзья, новая фраза, фрагменты от костюмов. Если вы носите брюки и рубашку, это значит фрагмент от костюмов. А у вас есть фрагменты от костюмов? Мы видели с тобой невесту. Невеста у нас просто блистательная. Вот мы мельком увидели Андрея. У нас тоже выглядит просто очень эффектно. Кстати, вот он уже готов, выходит. И я хочу сказать то, что у нас пора, получается, просто с ног шибать. Просто красавчик. Ну, звезда. Мне все нравится. Самое главное то, что пиджак на тебе сидит. Ну, брюки их можно подшить. И не хватает одной важной детали. А, собственно, мы сейчас ее подберем. Так, ну-ка, смотрим. Ну, ребята, помогите, пожалуйста. Как вот? Ну, давай подержи, давай еще посмотрим, какие варианты. Так, вот такой. Ну, наверное, да, уберем. Так, в этом что-то есть, кстати. В этом что-то есть. Ну, честно, да. На этот танк я буду похож. Так. И в этом тоже что-то есть. Так, а давайте вот такую мы еще не смотрим. Нет. Ребята, это просто шикарно, ребята. Это просто, просто красавец, хочу тебе сказать. Слушай, ну, мне нравится вот прям по-настоящему. Я сам по-стриста в зеркало, как выглянешь тебя. Ну, как? Оригинально вообще. Очень даже, очень даже оригинально. Хочу сказать, что вот этот вот подарок, это подарок тебе лично от Рената. Понимаешь? То есть человек не просто тебе дал вот возможность, не просто дал тебе работу, он из тебя делает красавца. Ренат, спасибо тебе большое. Я и так тебе много как бы сделал, ну, ты мне дал работу у тебя. И как бы сделал сейчас такой вот подарок, костюм, как бы, ну, вот это вот все. И как бы в дальнейшем я тебя не подведу и буду стараться еще лучше что-то. И всегда можно на меня рассчитывать, любую минуту. Я за что буду надеяться, что именно эти слова от тебя были сказаны искренне. И ты будешь дальше стараться. Ну, конечно, и что-то в дальнейшем ты мне подскажешь. Да, обязательно. Это рождественское чудо! Ребят, костюм подарил Ренат. Собственно говоря, это знаете. А платье подарили нам подписчицы, а конкретно Алена и Светлана. Алена у нас не на связи, она сказала, что будет на связи. А Светлана вроде как на связи. Давайте попробуем ей дозвониться и поблагодарить ее. Что-то мне отвечают. Но она на случай, что не ответит, написала, что там текст. Ну да, она передала сообщение. Зачитаем, если что, конечно, хотелось бы, чтобы она ответила, чтобы ребята лично выразили свою искреннюю благодарность. Так, Светлана недоступна у нас. Сейчас попробуем Алене. Да, Алена говорила, что лучше на WhatsApp. К сожалению, нет ответа. И это Алены. Светлана написала, Андрей и Нина, пусть ваша жизнь будет полная чудес. Это невероятные понятия, как любовь, уважение, терпение. Это не всем дано, а у вас это уже есть. Надеюсь, вы в будущем будете сами творить чудеса для других. Пусть впереди у вас будет длинная и счастливая жизнь. Вот пишет Алена. Она говорит, здравствуйте, ребята, вот только что закончила смотреть ролик с помолкой, я просто урыдалась. И я очень хочу подарить Нине свадебное платье. У меня не сильно большой бюджет, но пусть платье будет обязательно новое, и пусть платье будет только ее, только вот твое. То есть, чтобы никаких ни прокатных, ни бюджетных. И для любой девушки это очень и очень важно, вот такое вот платье. Вот, поэтому вот я отправляю вам деньги. Пожалуйста, подберите для нее очень красивое новое платье, чтобы она себя почувствовала настоящей девушкой, настоящей невестой. Это вот такое вот письмо от Алены. Огромное спасибо Алене, Светлане за такую поддержку. Очень помогли мы, как говорится, пытались, ну не пытались, а думали откладывать потихонечку. А тут раз. А тут, да, раз и такая помощь. Огромное спасибо. Ну, я хочу дополнить то, что, как бы, спасибо вам, вам, ребята, и подписчики, все, кто смотрит, как бы, и поддерживает, как бы, все вот это вот. Очень благодарю вас от всей души. Спасибо за ваши добрые намерения, добрые дела. Алена и Светлана, мы вашу просьбу выполнили, одели Нину и одели, соответственно, нашего жениха. И хочется вам передать отдельное спасибо. Мы пытались вам дозвониться, но не получилось. Поэтому передаем вам спасибо лично, вот таким вот образом. Огромное вам спасибо за ваше содействие, за ваше непосредственное участие в жизни этих людей. В завершении дня Руслан пригласил нас на очень вкусный ужин на свежем воздухе, на который мы позвали Валерия и Полину. Это те самые ребята, которые делают кольца для Андрея и Нины. Ну, собственно, мы ехали, ехали, ехали. Сколько мы часов с тобой ехали? Очень долго мы сегодня ездим, катаемся, и вот наконец-то мы приехали. А что мы-то сюда приехали? Да, нас здесь Руслан ждет, скинул нам точку, локацию, и вот наконец-то мы до него доехали. Я думаю, он будет нас рад видеть с тобой. А лопату зачем он приготовил? Не знаю, он, наверное... Здравствуйте, дорогие друзья! Кому дать лопату? Можно нам обоим. Снег почистить. Привет-привет. Мы провинились, да. Нет, бросите, все нормально. Понять и простить, как говорите. Сколько нас ждал, признавайся честно? Так, сейчас сколько времени? Я не знаю, сколько уже. Время 8-9. Восемь часов. Семь часов. Так, все, уходим. Пять часов. Я понял, уходим-уходим, пока нам лопаты не надавали. Надо еще чуть-чуть подготовить. Я же вас жду, чтобы все горячее было. С часу дня... Вот это да! Ребят, с часу дня этот суп варится. Для нас. С часу дня? Да. Это блюдо будет называться бешбармак. Казахское блюдо. Получается, 9 часов ты варишь суп. Да, потихонечку он булькает, булькает. Вот это вот мы друзья такие, да, хорошие? Значит, будет вкусно. Знаешь, будет действительно вкусно. Ребятушки, мы находимся в глубине леса. И посмотрите, как здесь красиво. И вот, собственно, Руслан сделал ресторан на открытом воздухе. Хочу сказать то, что он нас ждет с 3 часов, а готовит аж с целого часа. Вы, кстати, очень много писали в комментариях о том, чтобы Руслан открыл свой канал. Друзья, Руслан прочитал все ваши комментарии, вдохновился. И теперь он открывает канал, благодаря вам, который называется «Руслан готовит». Друзья, я оставлю ссылку на его канал в описании. Пожалуйста, перейдите, подпишитесь на него. Он находится в самом начале пути. Для него это будет лучшей мотивацией. И, пожалуйста, в комментарии на его канале напишите, что ему приготовят в следующий раз. Раз вот этот человек действительно с большой буквы ждал нас здесь много-много часов, естественно, он способен сделать и осуществить любые идеи. На самом деле большой-большой герой. Спасибо большое. У меня есть один вопрос к вам. Бешбармак как будем есть? По традиции? Будем тогда по традиции. Представляете, специально для меня отдельно готовили. Вот вегетарианское, я не выговорю, как называется блюдо. Бешбармак. Бешбармак. Канал «Сансара», ваша команда. Канал «Ренат строит». Всегда приходите, мои двери для вас открыты. Прямо домой можете приходить. Собственно, друзья, вот такой у нас получился выпуск. И, конечно же, по традиции я попрошу вас проявлять максимальную активность, так как вы это умеете. Пожалуйста, делайте репосты в социальных сетях, пишите ваши комментарии, не забывайте ставить лайки. С вами был ваш любимый канал «Сансара». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!